всем привет меня зовут стас и эта компания soft club и так сегодня вышло ну вчера скорее всего вернее вчера вечером вышла ios 7 beta 2 и могу сказать что в принципе на айфоне она стала намного лучше что касается ipad это так сказать ios 7 beta 1 все таки значит ну что могу сказать во-первых здесь изменилось абсолютно все ровно как и с айфоном начито я сообщение у нас выглядят вот таким вот образом клавиатура у нас раздвигается в принципе нормально правда глобус обратить внимание как вы уже стал нормально видите то есть некоторые баги все-таки присутствует видите даже сейчас белый фон у меня полностью закрывает какие-то непонятные линии в общем каким-то образом это работает каким-то образом это не работает половина функции здесь вылетает то есть но по сути понятное дело что все таки первая бета-версия она сказывается насчета все выглядит ровным счетом как и на айфоне что касается фотографии общие фотопотоки альбомы и так далее панорама обратить внимание да то есть все ровно также работает камера камера значит у нас здесь несколько изменилось если на айфоне у нас свайпы слева и ну слева направо либо справа налево то здесь они сверху вниз на что у меня просто вторая версия айпада поэтому недоступна у меня вот это для инстаграма вещи дать и то есть только квадратная камера а фишек этих всех у меня конечно же нету что касается карт они здесь абсолютно по-другому выглядят причем вы знаете именно вот карты мне действительно намного больше нравится потому что теперь все кнопки расположены на тех местах где они должны быть и они не занимают огромное количество место и они в принципе очень и очень удобные начатая маршруты пешком также появились что касается второй бета-версии так возвращаемся назад часы часы и обратить внимание что секундная стрелка идет так как и как она действительно должна идти как и на айфоне значит что касается визуального эффекта в принципе очень даже симпатичные погода обратить внимание выглядит именно вот так вот как это здесь сейчас показано купертина 22 градуса нью-йорк париж и многое другое будильник выглядит вот таким вот образом секундомер и таймер причем если переворачивать ipad все абсолютно одинаково как раньше все было немножко по-другому фотобуд остался точно таким же календарь тоже кстати если переворачиваешь он абсолютно такой же принципе календарь мне очень нравится как и на маке так и на айфоне здесь действительно классный белый фон красные так сказать эти самые клавиши и черные буквы все действительно очень красиво день неделя месяца год все абсолютно одинаково хотя раньше опять же таки ты выглядел несколько по-другому что касается нового события обратить внимание теперь как это выглядит да ну с одной стороны вроде симпатно но с другой стороны конечно же надо немножко привыкнуть входящие календари сегодня то есть принципе все точно так же значит причем слэш вернее если вы когда-либо мульти задачностью сворачивали какие-то приложения то теперь это то работает то не работает так контакты контакты у нас тоже несколько изменились обратить внимание то есть но опять же таки если переворачивать все то же самое группы но как-то так теперь заметки заметки выглядят вот таким вот образом причем обратить внимание кстати я не понимаю по какой причине что на айфоне что на айпаде невозможно поменять вернее переключиться между заметками и честно но не могу сказать что это очень удобно раньше я мог листать там вперед назад и честно сейчас этого я не наблюдаю мне это несколько прискорбно что касается напоминания обратить внимание они стали абсолютно прозрачными значит а вот если я двигаю видите мою так сказать фоновую картинку но они намного намного интереснее насчета они мне больше понравились чем предыдущие добавить список правка и многое многое другое так теперь у нас идет киоск кто киоск на самом деле точно такой же обратить внимание его теперь можно засунуть папку правда папки конечно что и пойди смотрятся ну как-то но совсем не кошерно ну вот но тем не менее они есть так айтен store у нас остался в принципе тоже такой же как и appstore как и в первых бета-версиях на iphone то есть музыка белая фильмы черные топ-чарты дженниус и покупки здесь останавливаться не будем appstore но вот я же говорю они приблизительно одинаковые кстати вот теперь наконец-то начали появляться списке моих покупок обратить внимание теперь это виде облачка до такого причем если я нажимаю к примеру скачать то вот так вот это будет выглядеть если он меня конечно сейчас запросит мой пароль вот сейчас посмотрим как у нас будет идти загрузка причем если я успею сейчас быстро выйти вот так вот у нас идет стоп а ну вот видите в данном случае у меня не показала прежде чем устанавливалась какая-то программа то обратите внимание как идет загрузка у меня рисовались какие-то очень непонятные такие штуки честные я даже несколько пугался вот рядом со мной функция покупки рядом со мной это то есть те программы которые в моем радиусе в каком приблизительно не пишется не сказано значит более всего больше всего популярность имеют так обновление покупки но подборка здесь принципе все тоже самое гейм-центром я не пользуюсь фейс тайм обстал остался точно таким же без изменений что касается safari safari стал несколько не очень понятным вот если честно мне предыдущая версия все-таки понравилось намного больше что касается вкладок вы можете добавлять бесконечное множество то есть как и говорили это на презентации просто потом вот так вот вы сможете их между собой выбирать что касается облака да то есть и клауда и все ваши закладки до список прочтения общие ссылки и многое другое здесь принципе все осталось точно также без изменений почта тоже осталось ну практически на сложно на самом деле судить после первой бета-версии на iphone вот входящие то есть но все те же свайпы все абсолютно то же самое полностью кардинально другая система вот теперь что касается настроек это очень интересная функция которая ну что здесь изменилось обратить внимание что если я сверху вниз добавлю такие центр уведомления он выглядит несколько по-другому чем на 6 прошивки а вот и на 5 прошивки он теперь полностью на весь экран и здесь у нас абсолютно все уведомления здесь пропущены и обзор на сегодня значит а что меня впечатлило в центре уведомлений не вот обзор на завтра у меня буквально две секунды назад реально писалось погода вот там где вторник 25 июня у меня реально писалось погоду причем приложение погода нету а в приватности службы геолокации погода вот обратите внимание все-таки три будет мой геолокацию либо погода появится в дальнейших бета-версиях естественно в финальной версии либо она будет только фоновом режиме без определенного кого-то приложения я к сожалению не знаю причем обратить внимание вот тот логотип который вот погода видите такой кружочек с крестиками него то же самое у меня появлялась когда я устанавливал какую-либо программу значит а что касается шрифтов но обратите внимание что на темной картинке они абсолютно не видны и это несколько проблематично как для меня не вот ну посмотрим еще раз погода погоду все-таки у меня так и не появилась вот ну хотя очень странно так теперь начито что у нас изменилось но вай фай точно так же вы видите сначала те сети которым вы подключены дальше вы можете выбирать любые другие сети которым вы хотите подключиться с блютузом все то же самое через центр уведомления тоже практически ничего не изменилось все как в айфоне так и осталось теперь вот снизу у нас централ но ответим даже наполовину почему-то отобразился мне нужны и еще функции здесь у меня еще было было управление музыкой но вот их к сожалению уже этого нету так а вот он у меня теперь вверх почему-то сместился на самом деле он несколько другой был буквально пару секунд назад ну вот поэтому сложно судить и так здесь у нас яркость дальше у нас остался только остались только часы и фотоаппарат значит ну понятно почему нету вспышки калькулятора думаю объяснять не нужно выключить включить bluetooth вай фай авиарежим и много многое другое так через настройки так режим не беспокоить у нас появилась всегда функция я тоже об этом рассказывал на айфоне поиск spotlight размеры кстати spotlight у нас точно так же как и на айфоне посередине вы просто вы сдвигаете как бы экран вниз и у вас появляется вот такая вот интересная клавиатура для того чтобы вы могли найти то что вы хотите так блокировка ориентации здесь принципе все то же самое сброс так звуки звуки яркость кстати вот через выбор обоев да вы можете просмотреть у вас появляется панорамы и вы можете естественно выбирать панорамы как заглавная картинка то есть либо оба экран экран домой много другой обратите внимание тоже почему-то эти буквы сейчас не видны несколько усложняет работу а если вы скачиваете любые панорамы просто к себе в фотографии то через время они появляются отдельно папкой мои панорамы вы можете их выставлять таким образом как это сделал я так через приватность понятно у нас появился опять же таки доступ к микрофону вот этого раньше не было в айклауде у нас появилась связка ключей но опять же таки включите и мне не удалось почему потому что после пароля создания пароля и введения пароля от моей учетной записи он мне просит отправить смс-ку на мой номер и к сожалению она пока не приходит так хранилище это понятно почта у нас тоже в принципе здесь практически без изменений заметки теперь я не могу выбрать шрифт а вот напоминание остались такие же а и месседж фэйстаем так сафари карты айтюнс айтюнс здесь у нас появилась фоновое обновление но обратите внимание то есть как она работает данная работа достаточно туго а вот но тем не менее так у нас появились вот здесь вот обновление начата фоновых программ то есть если какие-то обновления программ вы видите в appstore то они могут автоматически происходить я так понимаю что это в основном происходит ночью потому что днем они у меня не обновляются так музыка фото гейм-центры ты роли вали в принципе здесь все то же самое осталось что касается многозадачности точно так же вы можете выкидывать либо несколько сразу приложений либо по одной обратить внимание почту я сейчас выгрузил до ханку мне еще все равно светится не вот но опять же таки это я думаю что баг но видите уже пропала вот поэтому со временем я думаю что это все будет исправлено на як с удовольствием вернусь на предыдущую прошивку и 6 пока это еще возможно но я надеюсь что со стабильностью первая бета-версия для айпэда она же вторая бета-версия для айфона работать на ipad очень туго еще хуже чем на чем первая бета на айфоне вот но я надеюсь что с дальнейшем она будет уже исправлена что касается ее работы то она будет доступна и рабочая версия полностью до 8 августа это по сути полтора месяца ну вообще для меня несколько непонятно неужели мы до 8 августа больше не увидим никаких бета-версий очень бы не хотелось в это верить я бы с удовольствием по поюзал бы какую-то третью бета-версию на где-то в середине июля хотя вторая бета-версия вышла крайне быстро скорее всего это было просто для того чтобы уже запустить айпэйда не выпускать отдельную какую-то версию вот в общем приблизительно такие вот мысли по поводу айпэда надеюсь что вы тоже не будете пользоваться потому что это крайне сложно половина функции не работает приложение вылетает немногое-многое другое не вот но тем не менее продолжайте смотреть наши обзоры все бета-версии буду рассказывать все баги я еще поработаю буквально день с этой прошивкой возможно найду что-то интересное с удовольствием вам расскажу спасибо что были с нами подписывайтесь на наш канал смотрите обзоры а и 7 всех бета-версии также для iphone на надеюсь что они будут более по обширными более полноценными потому что естественно не появились первые там намного больше информации не хотелось бы просто повторяться а вот и и конечно же ставьте лайки оставляйте комментарии спасибо что были с нами всего вам доброго и до скорой встречи